Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на ЛИМ. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Окус 2013 года Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По прошествии времени, в 20-летнем возрасте, сестра всё ещё продолжает так считать и хочет доказать брату, что привидение, вышедшее из зеркала, стало причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед. Ассал, глава 2, 2013 года Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов. Семейство переезжает в дом матери Джоша, но, как оказывается, туда вселяются не только они. Путешествие в мир призраков не прошло для семьи Ламберт бесследно. Вместе с Джошем в мир людей проник дух, который вновь хочет быть живым. И вскоре в доме снова начинают происходить странные и страшные вещи. Дом грёзд. Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми приезжает в тихий провинциальный городок, который на поверку оказался не таким уж и тихим. При участии любопытной соседки, семейство узнаёт, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе. Остал. Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребёнком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром. Нила Кости. Фильм рассказывает о переживаниях 14-летней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба. Теугольник 2009 года. Грег приглашает свою подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшихся в живых вынуждены добираться помощи, цепляясь за перевернутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанического лайнера. Судно оказывается пустым. Часы на борту остановились. Но они не одни на этом огромном корабле. За ними кто-то неустанно следит. Уже сами Твиля. 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок. В резиденции семьи Дефо шесть человек застрелены в своих постелях. Рональд Дефо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие голоса велели ему совершить убийство. Год спустя Джордж и Кейтли Латтс с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вну охватывает Амит Виль. Дугие. Красавица Грейс увозит своих больных детей в особняк на одном из островов у побережья Англии, чтобы дождаться окончания Второй мировой войны. Войны, с которой вернется ее муж. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием. Они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, они вынуждены выучить жизненно важное правило. Все комнаты всегда должны быть в полумраке. Нельзя открывать дверь, пока она не заперта предыдущая. Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен вызов. Грейс, дети и те, кто их окружает, сделают решающий, роковой шаг. День сурка. Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку. Оно взяло да и остановилось. Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата, 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения. Впервые у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее. Отныне с ним не случится ничего плохого и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая. 3 февраля. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok